Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие ленинградцы, дорогие петербуржцы! Телеканал 100 ТВ начинает праздничную трансляцию с Дворцовой площади, где через несколько минут начнется парад, посвященный 70-летию Великой Победы. И, конечно, мы поздравляем вас с этим днём. Мы желаем вам добра, мы желаем вам счастья, и мы надеемся, что в этот день у вас будет лёгкое и хорошее майское настроение. Я в первую очередь обращаюсь к тем, кто защищал Ленинград, кто жил здесь в годы блокады. Дорогие ленинградцы, мы вас поздравляем! Вы, конечно, знаете, что одним из самых знаменитых парадов, связанных с Великой Отечественной войной, был парад 24 июня 1945 года на Красной площади. И рядом со мной есть участник этого парада. Здравствуйте! Я вас поздравляю с праздником, с Днём Победы. Георгий Леонидович Кравцов, расскажите, пожалуйста, как было дело тогда в 45-м? В 45-м мы встретили победу в городе Оломовуц. Через некоторое время меня вызвали в штаб дивизии, и нас пять человек с нашего полка сказали, что вы поедете на парад в Москву. Ну, в заключительном этапе войны было 10 фронтов. И от каждого фронта был сводный полк. Этот полк имел 1500 человек. Мы везли с собой знамена. Ну, в каждом полку было 36 знамен. И 31-го числа прибыли в Москву. И потом до 24-го июня тренировались, потому что ходить мы с троим коньях на фронте не могли. Но я со школьной, с камней ушел. Война кончилась, 20 лет было у меня. И тренировки были. И на Красной площади были тренировки. А потом встреча с москвичами. Очень так, понимаете, это просто радость. Такая радость, ликование сплошной Москвы. Прямо мы не знали даже. Там слезы появлялись даже некоторые. А с этой плачут некоторые. Погибли же. Все нормально. На площади наш полк сводный находился как раз против мавзолея. Там впереди была еще одна колонна. И наша рядом. Мы прямо видели все. Видели на трибуне все правительство наше. Вот видели там, наблюдали. У Сталина были такие беленькие баки. Видно лицо красное такое. Дождь, правда, шел. Еще запомнился момент один, когда рядом стоял Буденный. И что-то начал говорить Сталину. Сталин наклонился так. И ус Буденного задел сюда. Сталин руку поднял, почесал так. На него посмотрел. Мы очень смеялись. Запомнили это все. Ну, а потом, после парада, нас направили в один из театров. Театр Ленинского комсомола. Там, ну, мы мокрые были. Поэтому не очень-то смотрели то, что нет. Но главное, что встреча с москвичами. У нас в нашем полку был один Леонов такой. Он дал мне адрес, где его семья. Мы пришли туда, рассказали там все это. В общем, очень такие впечатления были. Притом везде привет победителям, привет победителям на каждом шагу. Брежнев у нас был членов Совета. Приезжал к нам, беседовал с нами. Вот так нормально все прошло. Хорошо. Поздравите тех, кто нас сейчас смотрит? Сейчас я хочу поздравить всех, кто сейчас смотрит этот парад, который сейчас в честь победы нашего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Желаю им здоровья крепкого и быть бдительным и готовым защищать свою Родину до последнего крови. Спасибо вам большое. Мы вас поздравляем с Днем Победы. Спасибо вам. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Мы отпускаем Георгий Александрович на парад, потому что ему уже нужно занимать место на трибуне. А парад здесь, на Дворцовой площади, начнется, насколько я понимаю, через несколько секунд. Так что все внимание на экран и телеканал 100 ТВ начинает трансляцию. Парад Победы Парад Победы Парад Победы Парад Победы Парад Победы Парад Победы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 70 лет назад, 9 мая 1945 года, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР поздравил советский народ с праздником Победы. Великая Отечественная Война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, Победоносно завершена! Германия полностью разгромлена! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, Павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа! 1418 дней и ночей Великой Отечественной Войны, Советские воины на полях сражений раз и навсегда Разрушили миф о непобедимости Третьего Рейха! На пути гитлеровской орды Стали пограничный Брест, Сополярный Мурманск, Златоглавая Москва, Столица партизанского края Минск, Легендарный Севастополь, Героические Одесса и Новороссийск, Древняя Керчь и непокоренный Сталинград! А вечно останется в памяти народа Подвиг защитников Ленинграда! Девятьсот дней и ночей блокады Мы выстояли и победили! Бессмертный подвиг солдат И талант военачальников Обеспечили великую победу! И пусть списали нас военкоматы, Но не другу придется взять в расчет! Пойдут с войсками мертвые солдаты, Если живы, Тревога позовет! Сегодня в парадном строю Незримо присутствуют бойцы И командиры бессмертного полка! Моряки и пограничники, Партизаны и подпольщики, Рабочие инженеры оборонных предприятий, Жители уничтоженных фашистами городов и деревень, Солдаты, павшие на полях сражений, Самой страшной и жестокой войны! Миллионы жизней унесла эта война! Наш народ не забудет ее никогда! Вольно! Вольно! Парад! Сбирна! Для встречи слева на краю! Фу! 70 лет отделяет нас от первого парада победы В Великой Отечественной войне! Юбилейный парад победы Принимает командующий войсками Западного военного округа Генерал-полковник Анатолий Алексеевич Сидоров Командует парадом Заместитель командующего войсками Западного военного округа Генерал-лейтенант Владимир Васильевич Дятлов Товарищ генерал-полковник Войска Санкт-Петербургского гарнизона Для парада Воззнаменование 70-й годовщины победы В Великой Отечественной войне Построены командующий парадом Генерал-лейтенант Дятлов Даже в самый тяжелый и трагический 1941 год 7 ноября на Красной площади Состоялся военный парад Войска с этого парада уходили прямо в бой Враг рвался к столице нашей Родины, Москве И символичным было то Что на Красной площади Победном 1945 Были участники того Легендарного парада 1941 года Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал-полковник Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы В Великой Отечественной войне Ура! 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 На трибунах Участники первого парада победы Среди них Полный кавалер ордена славы Артиллерист Георгий Крабцов Здравствуйте, товарищ генерал-полковник Здравствуйте, товарищ генерал-полковник Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы В Великой Отечественной войне Ура! 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 1 мая 1918 года По брусчатке Дворцовой площади В торжественном марше прошли первые полки Молодой Красной Гвардии Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал-полковник Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы В Великой Отечественной войне Ура! 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 Ныне 138-я Красносельская ордена Ленина Краснознамённая мотострелковая бригада Войны которой гнали врага от стен Ленинграда Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал-полковник Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы В Великой Отечественной войне Ура! 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 Сегодня в военном параде на Дворцовой площади Принимают участие внуки и правнуки победителей Более трёх тысяч военнослужащих Музыкальное сопровождение военного парада на Дворцовой площади Обеспечивает сводный оркестр Санкт-Петербургского гарнизона Он исполняет встречные баржи Более ста лет Они неизбенно звучат во время проведения Смотров и парадов войск В годы войны Музыка военных оркестров Спала людей на подвиг Поднимала их моральный густ Горела земля и камни Плавился металл Но бойцы и командиры Подокорны песни Священная война и Ладога Держали оборону Вступали И гнали врага до самого Берлина Сегодня знамена победителей по-прежнему в надёжных руках Военнослужащие западного военного округа Свято хранят и приумножают боевые традиции Профессионально и самотверженно выполняют свой воинский долг Именно в этой преемственности Нынешняя и будущая слава России Могущество её вооружённых сил Война! 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 Дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, отмечая эту священную юбилейную дату, мы вновь осознаем всю грандиозность победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту темную силу. Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности. Мы не должны забывать, что идеи расового превосходства и исключительности привели к самой кровопролитной войне. В нее было вовлечено почти 80% населения Земли. Порабощены, оккупированы многие государства Европы. Советский Союз принял на себя самые жестокие удары врага. Сюда были стянуты отборные группировки нацистов. Сосредоточена вся их военная мощь. Здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники, решающие битвы Второй мировой. И закономерно, что именно Красная Армия в результате сокрушительного штурма Берлина поставила победную точку в войне с гитлеровской Германией. За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу войны. И все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества. Определили исход Второй мировой войны. Освободили от нацистов народы Европы. И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной, они должны знать, что здесь, в России, мы высоко чтим их стойкость, мужество и верность фронтовому братству. Дорогие друзья, Великая Победа навсегда останется героической вершиной истории нашего страны. Но мы помним и о наших союзниках по антигитлеровской коалиции. Благодарны народам Великобритании и Франции, Соединенных Штатов Америки за их вклад в победу. Благодарны антифашистам разных стран, которые самоотверженно боролись в партизанских отрядах и под поле, в том числе и в самой Германии. Помним историческую встречу союзников на Эльбе. То доверие и единство, которые стали нашим общим наследием. Примером объединения народов ради мира и стабильности. Именно эти ценности легли в основу послевоенного мирового устройства. Была создана Организация объединенных наций. Сформирована система современного международного права. Эти институты на деле доказали свою эффективность в разрешении споров и конфликтов. Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Те принципы, которые были выстраданы человечеством после глобальных испытаний войны. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития. И нашей общей задачей должна стать выработка системы равной безопасности для всех государств. Системы, адекватной современным угрозам, построенной на региональной и глобальной внеблоковой основе. Только тогда мы обеспечим мир и спокойствие на планете. Дорогие друзья, мы приветствуем сегодня всех наших зарубежных гостей и выражаем особую признательность представителям стран, которые сражались с нацизмом и японским милитаризмом. Вместе с российскими военными по Красной площади пройдут парадные расчеты еще десяти государств. Это представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана. Их деды и прадеды были плечом к плечу и на фронте, и в тылу. Это посланцы Китая, который, как и Советский Союз, потерял в этой войне многие-многие миллионы людей и через которые проходил главный фронт борьбы с милитаризмом в Азии. Отважно бились с нацистами и войны Индии. Твердое, непримиримое сопротивление фашистам оказались сербы. На протяжении всей войны нашу страну активно поддерживала Монголия. И сейчас в едином парадном строю уже внуки и правнуки военного поколения. День Победы – наш общий праздник, ведь Великая Отечественная была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе человеческих сил. Воевали, не щадя своей жизни. Показали пример благородства и подлинного патриотизма. Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны. Кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. Кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде. Был замучен в концлагерях, в плену, в оккупации. Мы склоняем голову перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами, объявляется минута молчания. Молчание. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вы главные герои Великого Дня Победы. Ваш подвиг предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений. Дал им возможность созидать и смело идти вперед. Сегодня ваши дети, внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту. Трудятся ради настоящего и будущего своей страны. Преданно служат Отечеству. С честью отвечают на сложные и современные вызовы. Гарантируют успешное развитие, могущество и процветание нашей Родины. Нашей России. Слава народу-победителю. С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! С Днем Великого Дня Победы! 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 Всегда мы носим на кончиках штыков Истребители, бомбардировщики, штурмовики Это они защищали небо Москвы и Ленинграда И наносили сокрушительные удары по врагу Прикрывали наши войска Атаковали вражеские ленкоры и субмариты Сбивали вражеские самолеты Бомбили логово фашистов Берлин Перед нами моряки краснознаменного Балтийского плота В годы войны они обороняли Ленинград На суши и на море Прорывали кольцо братской плакаты Медсёстры, девчонки На их крупные плечи во время самой кровопролитной войны Легла задача по оказанию вермы медицинской помощи И эвакуации раненых бойцов и командиров Под огнём противника с поля боя Благодаря им сохранена жизнь И возвращено в строй сотни тысяч солдат и офицеров Впервые в истории современной России на параде в Санкт-Петербурге По площади в едином строю, как в годы войны Идут военнослужащие 14 иностранных государств И братских союзных республик Потомки героев Багровяна, Блиева, Асланова, Доватора, Побзуна, Машерова, Эджигитова, Курпана И входит в начальник На дворцовую площадь ходят слушатели-курсанты Михайловской ордена Ленина Краснознамённой военной артиллерийской академии За 195 лет службы Отечеству Кузница кадров ракетных войск и артиллерии Явила миром выдающихся учёных и полководцев Маршала Советского Союза Говорова Главных маршалов артиллерии Воронова, Казакова, Неделина и многих других 95 героев Союза И кавалеров Ордена Славы 5 героев Российской Федерации На марше военная ордена Ленина Краснознамённая академия связи Имени маршала Советского Союза Будённого В годы войны на фронтах партизанских отрядов На глубоком дыну врага Воины-связисты, зачастую жертвуя собственными жизнями Обеспечивали устойчивую связь И оперативную передачу важной информации Тем самым, приближая День Победы Среди выпускников академии 14 героев Советского Союза 4 героя социалистического труда 2 героя России Сегодня Академия связи Достойно продолжает славные традиции Своих выпускников Утребуды слушателей, курсанты Военные ордена Ленина Академии материально-технического обеспечения Имени генерала армии Хрулёва В этом году По случаю 115-летнего юбилея Приказом Верховного Главнокомандующего За заслуги в обеспечении безопасности государства Академия награждена грамотой президента Российской Федерации 121 выпускник Академии Стали героями Советского Союза И социалистического труда Техническая разведка Техническое прикрытие железных дорог Тысячи километров взорванных и восстановленных путей мостов Вот вклад в великую победу выпускников военного института Железнодорожных войск и военных сообщений Военно-морские базы, аэродромы Возведенные инженерами-строителями Являлись надежной опорой частей и соединений во время войны Строю наследники легендарного Карбышева Патриота Родины Внесшего большой вклад в развитие военной науки На дворцовую площадь вступают слушатели Ордена Ленина Краснознаменной военно-медицинской академии имени Кирова Наследники Пирогова, Бурденко, Вишневского Хирурги, травмодологи, терапевты Стояли у своей линии фронта Между жизнью и смертью защитников Родины Оржественным маршем Проходит слотный парадный строй Кважды краснознаменного военного института физической культуры В партизанских и штурмовых отрядах, лыжных батальонах Воины-спортсмены выполняли самые ответственные задачи Участвовали в рисковных операциях В гитлеровском тылу формировали диверсионные штурмовые группы На речках памяти останутся 10 героев Советского Союза Перед трибунами проходят парадные расчеты Краснознаменной военно-космической академии Имени Можайского Старейшего в стране учебного заведения Тысячи летчиков и инженеров подготовила академия в годы войны Это единственное военно-учебное заведение Имеющее собственную орбитальную группировку Малых космических аппаратов Сегодня космические войска находятся на новом Высокотехнологическом летатесе города На дворцовой площади парадные расчеты слушателей Военно-морской орденов Ленина Октябрьской революции и Ушакова Академии имени адмирала флота Советского Союза На боевом счету выпускников академии Сотни подобленных боевых кораблей и транспортов врага Отважно сражались в военном небе Летчики морской авиации До вечных памяти благодарных потомков Останется атака века Подмотной лодке С-13 И ее командира Капитана третьего ранга Маринеска В боях, на море и на суше Боряки не только наносили колоссальные потери врагу Но и вселяли в него страх Перед русским военно-морским плодом Гордостью являются выпускники академии Шесть дваждых героев Советского Союза Сто сорок три героя Советского Союза Шесть героев социалистического труда И двадцать семь героев России Речный состав академии Отдельный Красностосельский ордена Ленина Красностосельный мотострелковый бригад В годы войны Гвардейская стрелковая дивизия Самоотверженно отстаивала Невскую твердыню Действовала на направлении Главного удара в ходе операций По прорыву и снятию Блокады Ленинграда В списках бригады Двадцать героев Советского Союза Пять героев России Трибуном приближается парадный расчет Санкт-Петербургского военного института Внутренних войск МВД России Созданный в суровые годы Великой Отечественной войне Институт подготовил тысячи офицеров Которые с честью защищали родину Во всех локальных конфликтах и горячих точках Среди выпускников Тринадцать героев Советского Союза И Российской Федерации Торжественным маршем Проходит личный состав Тридцать третьей отдельной бригады Оперативного назначения Северо-Западного Ордена Красных Звезды Регионального командования Внутренних войск ФБД России Уже после войны Более восемьсот военнослужащих бригады Награждены боевыми орденами и медалями И керым предстоит высокое звание Героя Российской Федерации За дворцовой площади Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел России За годы своего существования Университет выпустил более 25 тысяч Первоклассных специалистов Из них 126 выпускников С золотой медалью Выпускники университета Всегда стоят на страже До годности и правопорядка На них возможна Сложная и почетная обязанность На защите прав И законных интересов Граждан Российской Федерации На парадном марше Старейшее учебное заведение Пожарно-спасательного профиля В России и Европе За Петербургский университет Государственной противопожарной службы РЧС России Через великой Отечественной войны Большая часть курсантов Преподавателей входила в состав 20-й стрелковой дивизии И 4-го инженерного Противоутического полководства КВД Многие курсанты Участвовали в тушении пожаров Блокатов и Минграде И и выпускников Университета 5 героев Советского Союза И России На почте Парадный расчет Санкт-Петербургского Кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации Он является достойным продолжателем Славной традиции Русской армии И слов полков Великой Отечественной войны Среди выпускников 8 золотых медалистов И 26 Отличников учебы Завершает прохождение Пеших колонн Парадный расчет Санкт-Петербургского Суворовского Военного училища В 1943 году Для детей фронтовиков и партизан Павшим защищая наше Отечество По образцу старой русской армии Были созданы Суворовские и Нахиновское военное училище На вечно зачислено в списке училища Семь героев Советского Союза И Российской Федерации За годы работы Училище подготовило более 12 тысяч выпускников 15 мая 1941 года Выдающийся генерал-танкист Ниталай Федоренко Сказал Предстоящая война Будет войной Мотором Это и была война Конструкторской И технической мысли Самоотверженного И героического труда Советских людей Оборота Воплощением их подвига Стала лучшая техника Второй мировой войны Которая поступала на вооружение Красной армии и флота На самых лучших танках Т-34 Воины 30-й танковой бригады Прорывали кольцо Ленинградской блокады Жгли немецкие танки на курсе Дуге И на всех фронтах этой кровопролитной войны Мчатся мотоциклы М-72 На таком войсковой разведчик Герой Советского Союза Ковалев Одним из первых ворвался в столицу Третьего рейха Берлин Перед трибуной проходят Труженицы войны МК и ГАЗ-67 Эти машины перевезли тысячи командиров Красной армии И офицеров связи Перед нами разведывательные бронеавтомобили Сопровождение колонн Действия в передовых разведывательных дозорах Рейдовых отрядах Вот их нелегкая фронтовая судьба Мимо трибуны проходит автомобиль По знаменитым орудием ЗИС-3 Артиллерийских бригад И структурных противотанковых полков Эти пушки стали непреодолимой преградой На пути гитлеровских танковских колонн Рвущихся в Москве и Саленграду Громили врага на всех фронтах Сегодня в соединениях и воинских частях Западного военного округа Самая современная Универсальная Быстрая Маневренная И надежная военная техника Имеющая лучшие образцы вооружения Трибуне приближаются машины Со знаменами видов вооруженных сил Российской Федерации Символизирующих боевую мощь Нашей армии Меняются времена И меняются подходы проведения воин и боевых действий Приобретая более локальный характер В рамках развития вооруженных сил Потребовалась скоростная и мобильная Бронированная техника Для переброски личного состава В район проведения спецопераций Перед нами идут парадные расчеты подразделения Второй отдельной бригады Специального назначения На бронированных автомобилях Тигр Афганистан Северный Кавказ Югославия Вот далеко не полный список Славных боевых дел Этого соединения На марше подразделения Легендарной краснознаменной Севастопольской гвардейской Отдельной мотострелковой бригады Наследники героев штурма Сапун-горы На вооружении Тренированная машина БТР-8-2А В мае 1944 года Бригада принимала участие В боевых действиях По владению городом Русской морской славы Севастополь За это она была удостоена Почетного им наименования Севастопольская В парадном строю Танкисты 138-й гвардейской Отдельной Краснозельской ордена Ленина Краснознаменной Мотострелковой бригады В ходе Великой Отечественной войны В соединении участвовало 18 наступательных операций Освободило более 700 городов И других населенных пунктов Прошла с боями 1640 километров Танковые экипажи этой бригады Уже два года лидируют В международных соревнованиях Танковый биатлон Занимают первое место И являются чемпионами мира Трудно переоценить Вклад артиллерии Ленинградского фронта И краснознаменного Балтийского флота В оборону Ленинграда Специально для борьбы с дежурой Артиллерии противника Был организован Контрбатарейный артиллерийский корпус Только в первый день операции Нева-2 На врага было выпущено Более 100-4 тысяч снарядов А с начала наступления Более 220 тысяч Сталин назвал артиллерию Богом войны Своё грошное название Она просто подтверждает И сегодня Не раз артиллерия доказывала Свою незаменимость В ходе боевых действий И космосфералистических операций Начиная с 1941 года Противник не раз на себе Испытал мощь ударов Советской гвардейской Реактивной артиллерии Реактивные системы Залпового огня Активно использовались И во время проведения Операции Нева-2 Мимо трибун Проходит наследник Знаменитого Сталинского органа Так назвали гитлеровцы Боевую машину С ластовым именем Катюша Современная система Залпового огня ГРАД Дивизион принимал участие В контртеррористической операции Успешно выполняет Учебно-боевые задачи Принимает участие В батальонных И бригадных Тактических учениях С боевой стрельбой На марше Парадный расчёт Одного из лучших Артиллерийских соединений Западного военного округа Гвардейская артиллерия Гвардейская Келецкая Берлинская бригада На боевом знамени Соединения Награды Родины Ордена Богдана Кмельницкого Второй степени Кутузова Второй степени Александра Невского Второй степени И Красной Звезды За отличные боевые действия По овладению Группным административным Центром Польши Городом Кельце Соединение получило Почётное номинование Келецкое За героизм Проявленный При овладении Столицы Германии Берлинская С марта 1945 года Соединение Является Гвардейским Это соединение Показало лучший результат В конкурсе Среди артиллерийских Батарей Западного военного округа И за него Второе место В вооружённых силах Российской Федерации Трибунам Приближается Современная Боевая техника Подразделения Ракетного Неманского Краснознамённого Орденов Суворова Кутузова Александра Невского Соединения Воины Этой прославленной Бригады Отличились В ходе Восточно-прусской Наступательной Операции Во время войны Соединение Одним из первых Освоило Оперативно-тактический Ракетный Комплекс Искандер Один из лучших Обратцов Военной техники В мире Систематически На оценку Отлично Выполняет Боевые Пуски Ракет Во время Учений На полигоне Капустин-Яр Освоив Систематом Киевско-Киевско-Лодзинского Краснознаменного Орденок Кутузова И Богдана Кремницкого Полка Имени Пятидесятилетия СССР Отважно Сражались В годы войны Воины Зенитчики Противо Воздушной Обороны Заполярья Уже В первый день Войны Защищая Главную Базу Северного Плода Батарея Старшего Лейтенанта Поначевного Сбила Три Самолета Люфтва Которые Пытались Бомбить Наши корабли И минировать Ворвать В числе Солдат Офицеров 1488 Краснознаменного Зенитного Ракетного Полка Бесстрашно Сражался Командир Зенитного Орудия Сержант Юрий Никулин После войны Ставший Всеми Любимым Народным Артистом СССР Актером Цирка И кино 70 лет Отделяет Нас От Великой Победы Сегодня Мы Смогли Увидеть Как Изменилась Боевая Техника За эти Годы Она Стала Маневренной Проходимой Быстрой Универсальной И удобной В эксплуатации Боевая Мощь Выросла В Десятки Раз Десятки КОНЕЦ 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да здравствует семидесятая годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА